От железнодорожной платформы Абранцева до музея-заповедника теперь можно пройти с комфортом. Новую пешеходную зону «Идем в Абранцево» открыли в воскресенье 11 марта. По словам местных жителей, эта дорожка была востребована и раньше, но сейчас пользоваться ей стало значительно удобнее. Во-первых, тут раньше была грязь, сейчас тут сухо, чисто, фонари будут гореть, освещение, это очень много значит. Просто неизгладимое впечатление. Мы первый раз здесь идем, у меня там правнук идет, невестка идет, мы вообще в восторге. Потому что когда-то мы, мне кажется, были, но тут, по-моему, тропинка была просто, а теперь такая-то вообще очень красиво, очень хорошо. На открытие новой пешеходной зоны приехала министр культуры Московской области Оксана Косарева. Она вместе с депутатами Государственной и Областной Думы, руководителями Сергея Посадского района и Хатькова, прошла по тропе от станции до музея. Весь маршрут около километра. На пути гостей ждали праздничные программы, фотозоны и арт-базар. Смотрите, какие чуни я для вас приготовила. Василиса с молодцом. Подавай товар лицом, показывай. Я ж теперь не бабовика страшная, а я предпринимательница прекрасная. Вот она я, вот она я. Право, здоровье, от души желаем. Кланяемся низко, полюбить нас просим. Как велит обычный хлеб и соль подносим. Сегодня уже имеем на этой тропе, это фактически европейского уровня дорога, которая ведет к федеральному музею, которая ведет к объектам культуры. И то, что она пользуется уже у жителей спросом, потому что это не только туристы, это еще и местные жители, которые с удовольствием гуляют. Места потрясающе красивые. Это получилось, по сути, экологическая тропа. При этом она освещена, она оборудована камерами видеонаблюдения по всему периметру. Там на ней происходят интересные события, которые для детей, для жителей. Вы сегодня видели, как это все интересно, когда это интерактив, когда это природа потрясающе красивая, и когда это удобно и комфортно. Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов отметил, что работа по созданию комфортной городской среды в Сергеевом Посаде будет продолжаться. Губернатор Московский Владимир Владимирович Воробьев ставит нам такую задачу, чтобы каждый уголок наших территорий становился таким красивым. Начинаем, работы много. И местная администрация все это прекрасно понимает. Администрация района в этой работе участвует. Но я могу вас заверить, что с каждым месяцем, с каждым днем в Сергеевом Посадском районе вот таких зон становится больше. В этом году мы только десяток сделали. И я уверен, что не загораем этот день, когда мы эту работу полностью закончим. Хотя, конечно, ее очень много. Но глаза боятся, руки делают. Получилось хорошо. Напомним, Сергеево Посадский район принял участие в областном проекте по благоустройству. Результат – 10 новых пешеходных зон. За 2017 год Сергеев Посад посетила порядка 1 миллиона 700 тысяч туристов. По прогнозам, с начала Чемпионата мира по футболу их число увеличится. Учитывая предстоящий Чемпионат мира по футболу, а наш район вошел в число городов, районов, которые принимают болельщиков, я думаю, что к 2 миллионам 2 стома должны точно приближаться. И мы к этому сегодня уже готовы. Теперь пешком добраться до музея от станции Абрамцево просто удобно и безопасно. Напомним, что проект дальнейшего развития Сергеева Посада готовит конструкторское бюро «Стрелка». Алена Ромашкина, Евгений Шевченко. Тема.